Эвоплацефал был одним из самых некрупных представителей подгруппы анкилозавров. Благодаря булаве на конце хвоста и костяным пластинам на спине, его легко узнать среди других динозавров. Эвоплацефал был растительноядным динозавром, передвигался на четвертых лапах. Его спина, начиная с хвоста, была полностью защищена костяным панцирем с выпуклыми выступами. У эвоплацефала голова также была отлично защищена. Даже на веках был своеобразный панцирь. У динозавра были небольшие рога и шипы на голове. Абсолютно все кости, ребра, позвонки и другие. У завра были сращены друг с другом. Лапы были широкими и плоскими, только благодаря этому удавалось нести на себе такую броню и сохранять подвижность. Передние конечности были короткими, задние чуть длиннее. Из-за этого голова практически всегда была наклонена вниз. Извините, если некоторые фото совпадают с другими видами динозавров, так как они очень похожи. Низкая посадка эвоплацефалов и их челюсти напрямую говорят нам о вкусовых предпочтениях. Собственно, они были вполне традиционными для анкилозавров. Ороговевшим клювом динозавры неторопливо ощипывали травянистую растительность, щедро покрывавшую живописные равнины, холмы и предлезки. Мелкие зубы эвоплацефала были плохо предназначены для измельчения листьев и стеблей. Поэтому пищеварительная система брала на себя дополнительную функцию. Несмотря на эффективную защиту, эвоплацефалы потенциально могли подвергаться нападениям тераподов. Особенно уязвимы были подрастающие особи, костный каркас которых не мог остановить голодных хищников. Терпеливые крокодилы ледиазухи поджидали своего шанса в тихих заводях. Они могли неожиданно хватать и утаскивать маленьких эвоплацефалов под воду, где броня не несла спасения. Большое число мелких динозавров тоже могли представлять для молодняка опасность. Среди них быстрые троадоны, заврорнитолесты, драмиозавры и ричардессии. Перечисленные также были способны охотиться за яйцами эвоплацефалов, пользуясь небольшими размерами и преимуществом в скорости. На взрослых же особей способны были нападать крупные десплитозавры и горгозавры, обладающие мощными челюстями и толстыми зубами. Однако даже для них данное предприятие было достаточно рискованным, травмоопасным. Ведь эвоплацефал обладал не только твердым панцирем, но и весьма эффектным оружием на конце хвоста, костной дубиной. При приближении потенциально опасного хищника, он разворачивался к нему спиной и начинал угрожающе размахивать хвостом из стороны в сторону. Если терапод все же продолжал атаку, то мог получить как легкие, так и тяжелые повреждения ног. Плотный удар хвостовой булавы мог привести даже к перелому. Субтитры создавал DimaTorzok